Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, честно говоря, я не очень хочу. У меня есть информация, которая может быть очень важна для вас. Я ей поделюсь, если вы ответите мне на два вопроса. Нет, на мне нет никаких подслушивающих устройств. Вы можете проходить, я штаны сниму. Я могу телефон в машину отнести. Если вы точно знаете, что Лариса убила я, почему не хотите доказывать мою вину? Если мы с вами поговорим по душам, я думаю, что вы поймете. Хорошо. Задавайте свои вопросы. Почему вы ее убили? Если из ревности, то почему именно сейчас? Больно, между прочим. Простите. Второй вопрос какой? Давайте с него начнем. Почему вы не сразу ее убили? Почему вышли, а потом снова вернулись в дом? Откуда вы знаете? Можете по пульсу определить, высокое у человека давление или низкое? Ради случаев могу, да? У меня тоже есть свои маленькие секреты. Хотите? Хочу. Следы. Там же снег, там все как на бумаге написано. Вы вошли в дом, потом вышли, постояли, снова зашли и ушли уже очень быстро. Почему вы ее убили? Мужа она вас убила три года назад. Дозрели? Не хотите говорить, я понимаю. Я же вам очень плохо. Вы нормальный человек, вы доктор. И живете с тем, что убили женщину, которая виновата только в том, что ее полюбил ваш муж. Нет, я понимаю. Что-то собственности, ревность, обида, деньги… Да ничего вы не понимаете. Вы думаете, что я ревнивая истеричка? А когда Сережа узнал, что она его на деньги разводит, когда выяснилось, что это б***ь спит со всеми вокруг и что уйти от него хочется. Он же ко мне пришел сюда. Сидел, плакал, говорил, что как дальше жить не знает. Это и не хочет. Он к вам приходил? А ему больше не к кому было. Она же у него всех друзей извела. А он любил ее. Безумно. Я поэтому его тогда так быстро отпустила. Это ж видно, когда кто-то так сильно любит. А самой так больно было, что хоть в петлю лезь. Но я понимала, что ему со мной плохо будет. Я так хотела, чтобы он был счастлив. Я его тогда сразу простила за то, что он к ней ушел. Я все простила. Мне просто нужно было знать, что он жив. Что он где-то дышит, что он есть. Понимаете, я ей самое дорогое отдала, что у меня в жизни было. Она его просто выбросила. Кусок мяса от меня отрезала и выбросила. А я ее предупреждала. Предупреждала. Что вы ожидали? А то Сережа сердце не выдержал. Он бы с работы позвонил, я быстрее скоро приехала. Все равно опоздала. Приехала, все. Умер Сережа. А у него на столе портрет этой сволочи стоял. Я тогда поняла, что я жить не смогу, пока эта тварь по земле ходит. Федор Сергеевич. Угу. Я от нее мир спасла. Ну, если никто другой не справился. Она бы в любом суду была признана виновной. А я просто палач. Я за нее в Бога верить перестала. Зато теперь я знаю, зачем живу. Хотя бы одну тварь остановила. Тогда почему не сразу убили? Почему? Почему? Да. Сил не хватило. На курок нажать. Думала, легко будет. А она что, плакала? Пощады просила? Да то тайну, что нет. Смотрела презрительно и улыбалась. А когда я ушла, она мне вслед крикнула, что я слезняк бесхребетный, такой же, как Сережа. И что такие, как она, нас всегда за скот держать будут. Я вернулась и выстрелила, без раздумий. А она в последний момент испугалась, я это увидела. Такой животный ужас в глазах. Доля секунды, но он был. Так что все мы, Скотт. Ну что, Федор Сергеевич, есть у вас еще ко мне вопросы? Нет? Давайте, выкладывайте тогда свою информацию. Виска у вас хорошая. Ага. Вы сказали, что в Бога верить перестали. Перестала? У Ларисы была терминальная стадия рака от желудочной железы. Диагноз поставили за месяц до убийства. Впереди у нее была очень тяжелая смерть. Очень. Она даже справки об автаназии наводила. Скажите, а вы зачем мне сейчас все это рассказали? Чтобы я всю жизнь мучилась теперь? Что я не просто человека убил, но еще и зря? Наоборот. Чтобы вы поняли, что вы не убийцы. Вы просто исполняли высшую волю. Милосердность сестра Суковова в России и автаназия закрещена. Пришлось вот вам взять на себя эту задачу. Так что... Спите спокойно. Если, конечно, сможете. Скажите честно, а вы бы меня арестовали, если бы у меня алиби не было? Да какое алиби, Марина Сергеевна? Говно ваше алиби. Алиби у вас вот только сейчас появилось. Что с давлением? 120 на 80. Ух. Сука. Так должно было быть. Ты стал солнцем моим. Выходи из воды сухим. Я же не навсегда. Да пойми ты меня. Это только моя вина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это только моя вина. Это только моя вина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok